Сегодня в Кирове открылась научно-практическая конференция «Паломничество и религиозный туризм». Не случайно открытие форума состоялось в канун Великорецкого крестного хода. Участники из других регионов смогут также проводить паломников и побывать на берегу Великой. Валентина Палкина с подробностями. Что такое паломничество и чем отличается оно от привычного туризма? Как сделать так, чтобы поездки по стране были не просто развлекательными, но также просветительскими и духовными? В городе Таршке Тверской области вот уже пять лет реализуется программа «Нравственное становление через познание национальной культуры». Мы как-то ориентированы на Запад, на западную культуру. И сейчас как никогда актуально вернуться именно к этой теме и вот эти программы сделать интересными, востребованными. И я еще приехала для того, чтобы лучше узнать Киров, Вятку, ну и рассказать, какая же Тверская земля и пригласить к себе. Вот к такому взаимному обмену в том числе. Путешествие к святым местам – это всегда путь к самому себе, к лучшему, что есть в нас, к искре Божьей. Паломничество позволяет человеку хотя бы на время отрешиться от суеты, подумать о душе, помолиться о себе и близких людях. Долгие столетия для православных христиан паломничество было духовным и физическим подвигом. Конечно, нам есть что показать гостям, которые приезжают сюда, как православные паломники. Понятно, это прежде всего наша святыня Великорецкая, это знаменитые храмы Вятки, это храмы в таких городах, скажем, как Яранск, Куржум и места, связанные с месточтимыми нашими вятскими святыми. Участники конференции из Москвы, Нижнего Новгорода, Вологодской и Тверской областей поделились своим опытом в этом направлении. В наше время Русская Православная Церковь, призывая верующих к совершению паломничества, с уважением относится и к туристам, которые хотят посетить святыни христианства. Мы с вами прекрасно понимаем, что организация туризма и паломничества – это не просто знакомство с историей нашего государства или того или иного региона, это знакомство и с историческим, и духовным наследием нашего народа, нашего с вами государства, и приобщение к нему – это, наверное, благое и хорошее дело. Участники научно-практической конференции также смогут проводить крестный ход из Вятки, а затем направятся в Великорецкое, побывают в храмовом комплексе и на месте явления чудотворного образа святителя Николая на берегу Великой. Валентина Палкина, Максим Козлов, Вести, Кировская область.